Продолжение следует... Решили и съездили. Прилетели мы почти в полночь, по рапорту сняли автомобиль и, переночевав в отеле, сразу отправились в путешествие по Аману. Пока ехали до низу и восторгались красотами Аммана, именно с этого момента я постепенно начал восхищаться этой страной. Классные дороги, спокойное движение и впечатляющие виды – вот где удовольствие за рулем. Мы поехали до форта Низвы, купили местного чаю и гуляли по форту, где не было ни души. В 2019 году Аман признан самой безопасной страной для иностранцев. Если бы не современные машины у обочин, то могло показаться, что мы оказались в 18 веке. Гуляя среди старинных стен крепостей, мы почувствовали атмосферу былого величия Аммана. Мы поехали в Алимхамру. Удивительно, но удовольствие за рулем продолжилось. В некоторых местах на подъезде к этому старинному городку невольно останавливаются, чтобы насладиться пейзажем. Кстати, в нашем платном маршруте мы оставим Google Map точки с лучшими, по нашему мнению, местами для создания фото или видео. Ссылку на маршрут ищите в описании под видео. В исторической части города дороги очень узкие, но мы протиснулись, еле-еле запарковались и пошли смотреть музей. Там нам показали, как в старину жарили кофейные зерна, готовили целебные мази, пекли хлеб. Мы прошлись по этажам старинного глиняного дома, посмотрели убранство жилых комнат и поднялись на крышу, откуда открывается симпатичный вид на деревню и плантации. Я уже было подумал, что экскурсия заканчивается, как нам сказали. Присаживайтесь, сейчас будем пить кофе с финиками. Перед каждой кофейной церемонией выставляют угощение финики. Все поели финики, только после этого можно пить кофе. Хозяин справа налево сервирует всем кофе. Никогда нельзя наливать полную чашку, всегда половинку. Почему? Если тебе налили полную чашку, это значит, что все, больше тебя угощать здесь не будут, тебе этого должно быть достаточно. Если тебе налили половинку, это значит, что добро пожаловать, ты всегда можешь попросить еще, тебе здесь рады и угощайся сколько хочешь. Мы рекомендуем погулять по городку, куда глаза глядят, так как у вас снова появится уже привычное ощущение, что вы отправились в путешествие во времени. Дальше мы поехали в деревушку, которая известна своими пальмовыми плантациями. Мисфат Алибриин – это небольшой оазис на скалистых сухих склонах гор. Тысячи лет назад в Омане придумали, как поливать плантации в засушливом климате. По вручную созданным каналам вода подается на километры вокруг. Эти каналы с водой называются Паладжи и охраняются ЮНЕСКО. Главное занятие для туристов тут – гулять в тени пальм вдоль ручьев и фотографироваться возле колоритных местных домиков. Вдоль плантации на склонах проложена пешеходная тропа, которая привлекает любителей хайкинга. Перед входом в деревню висит плакат о том, что открытая одежда запрещена. Пожалуйста, уважайте местных, закрывайте плечи и колени. Перед прогулкой мы открыли для себя дивное кафе с видом на плантации, в котором можно расслабиться. Еды днем не заказать, поэтому мы попили кофе с виниками и пошли на хайкинг, который занял часа три. Мисфат Алибриин – это приятное место, в котором просто комфортно находиться. Здесь проложены пешеходные маршруты для прогулок. Идти несложно, за два часа можно спокойно пройти, если не фотографировать и не снимать, как мы. А посмотреть тут есть на что. Пейзажи отличные, птички поют, а смотришься по сторонам – везде горы. Но за счет фаладжей ты воочию наблюдаешь, как на бельжизненном месте можно создать маленький оазис, где на каждом клочке земли жизнь бьет ключом. На машине мы возвращались по другой дороге, то и дело останавливаясь на оборудованных ипоинтах. Спускаясь с очередного серпантина, пришло понимание, что вот он – Аман. Вокруг горы, далеке виднеется город с архитектурой, единый стиль которой сохраняется по всей стране. И это не просто так. В стране разрешено строить лишь здания, которые сохраняют традиционный облик городов. В этот день мы поехали в горы Джебель-Ахдар. Это означает «зеленые горы на местном». Такими они становятся после дождей, когда на склонах зеленеет трава. Дорога в эти горы известна крутыми подъемами, и наш ярис с ними точно бы не справился. Поэтому мы собирались арендовать машину с полным приводом. Для меня этот день должен был стать наиболее стрессовым, так как я никогда не ездил на внедорожнике по таким склонам и понятия не имел. Не будет ли у нас проблем в дороге? Чтобы случить несчастный случай перед началом крутого подъема, стоит военный пост, который не пропускает легковые авто. И слава богу, что не пропускает. Даже до поста наша машина еле справлялась. А дальше дорога была еще круче. Перед постом большая парковка. На ней мы установились и крепко задумались, что делать дальше. Ведь нам нужно было разворачиваться и ехать обратно, чтобы найти прокатную контору, снять авто и штурмовать подъем. Но не тут-то было. Оказывается, местные отлавливают таких товарищей, как мы. Видя, что легковое авто поехал туда, куда его точно не пустят. Не прошло и 30 секунд, как к нам обратился пожилой аманец Мусса, предложив свои услуги водителя. Цена вопроса 35 риал за полдня. Нас это предложение устроило. Тем более, что трек, который мы хотели посетить, не кольцевой. И пройдя его, нужно было возвращаться обратно к машине. А тут мы сказали, где нас высадить и где забирать. И Мусса ждал нас в конце маршрута. При этом он оказался неравнодушным туристу водителем, останавливался у вьюпоинтов и терпеливо ждал, пока мы нафотографируемся. Я, как водитель, был рад, что мне не надо было ездить по этим склонам. Тут очень опасно. Есть даже специальные предохранительные полосы, чтобы при отказе тормозов была возможность остановить машину. Горы Джибель-Ахдар известны своим каньоном и завораживающими видами. Когда-то сюда приезжала принцесса Диана. И на карте даже можно найти место под названием Диана's Viewpoint. Вдоль каньона существует условная пешеходная тропа. Почему условная? Потому что дорожка как следует не проложена. Специальные знаки ведут тебя по тропе. Но иногда выбор, куда идти, не очевиден. То есть мы только что пришли через Фаладж. И у нас была возможность подняться наверх, либо пойти вниз. Да, мы идем вниз. Огромным минусом является туалет, который всего один и в плачевном состоянии. Прогулка заняла часа три. После чего мы попросили водителя отвезти нас до отеля Анантара, чтобы оценить Диана's Viewpoint. Зрелище фантастическое. Мы заказали здесь кофе и гранатовый свежевыжатый сок. Делать там долго нечего. Навеса от солнца нет, жарко. Поэтому мы провели в ресторане минут 30 и попросили вернуть нас к нашему автомобилю. В целом мы остались довольны этим днем и впечатлены местной природой. На обратном пути Муса очень осторожно спустил нас к стоянке. А у внедорожника, который ехал перед нами, из шины пошел дым под конец спуска. И мы поняли, что военный пост стоит здесь не зря. Настало время посмотреть низу при свете дня. Этот город пару веков был столицей Амана, а также торговым и научным центром государства. Первым делом мы поехали на местный рынок. Самобытный, но без вау-эффекта. Тут можно посмотреть, как продают и покупают скот, рыбу, местные изделия. Но не ожидайте многого. Да, в отделе сувениров можно надолго зависнуть, в остальном же это просто рынок. Народ занимается своими делами, все очень по-бытовому. А вот крепость Низвы превзошла наши ожидания. Ряженные актеры, играющие роли обычных оманцев в старину, готовы позировать для фото. Кое-кто трудится, как в древние времена, до капель пота на лице. Вот так, например, раньше добывали воду. Вот верблюд разукрашенный стоит, а вот стражник с пушкой. Женщины лепешки пекут, еще чуть-чуть, и можно снимать голливудский фильм. Декорации готовы. Но искусственно воссозданы тут лишь местные ремесла. Сам форт построен 400 лет назад, и он самый, что ни на есть настоящий. С комнатами, дворами, пушками и башнями. А так как настоящих битв на его долю не выпало, то сохранился он практически в своем первозданном виде. С форта открывается величественный вид на город и на горы. Это самый посещаемый исторический памятник оману, и понятно почему. Туристам тут есть чем заняться. На контрасте, следующая достопримечательность в нашем маршруте нас разочаровала. Хоть крепость Бала и охраняется у ЮНЕСКО, она выглядит вымершей после форта Низвы. На входе дают листовку, в которой ничего толком нет. Экскурсовода тоже нет. Крепость сильно разрушена, и больше 20 минут там делать нечего. Так что мы отправились дальше, ведь нам до того, как стемнеет, нужно добраться до места ночевки. Джабель Шамс, или горы Солнца, это топовое место в Амане. И какой бы вы маршрут не запланировали, убедитесь, что эта локация есть в вашем списке. До нее можно добраться на седане, почти везде есть асфальт, хотя кое-где дорога оставляет желать лучшего. Пока ехали, я заметил, что хоть и прошло уже достаточно много времени с нашего приезда, меня все еще прет от этих видов. Едешь, наслаждаешься, а потом бам! И снова вьюпоинт на древнее селение, которое не ожидаешь встретить. Остановились, полюбовались и отправились дальше. В горы Джабель Шамс туристы приезжают за видами и трекингом. Здесь есть несколько маршрутов, и самый популярный из них – балкани-вок. Тропинка не широкая и не огороженная от склона. Тем не менее, идти комфортно. Сложность минимальная. Мы даже видели пару, которая шла по ней с младенцем на руках. Виды тут сумасшедшие, от которых захватывает дух. Однако у этого трека есть и опасности, и заключаются они в козах. Эти животные, вольготно гуляя по скалам, могут устроить маленький камнепад, когда забираются выше по склону. На первый взгляд, они очень милые. Но когда Свете на ногу прилетел булыжник, наше мнение о них изменилось. Ей было больно идти. Хорошо, что камень не прилетел в голову. Запросто мог быть несчастный случай. Можно потерять сознание и улететь вниз по склону. Еще проблема – отсутствие туалетов. Ну и нет никакой медпомощи. Воды набрать негде. Случить что, придется терпеть. Тут есть потрясающая смотровая площадка, где встречают закаты. Местные часто сюда приезжают просто отдохнуть, привозят с собой напитки, разбивают небольшой лагерь и наслаждаются видом, не забывая угощать чаем туристов. Держим наш путь в сторону пустыни, но сначала заедем в замок Джибриин. Берем аудиогид и наслаждаемся самой красивой крепостью страны. Замок был построен в мирное время. После того, как аманцев сумели победить и выгнать португальцев со своей территории. И аман вступил в эпоху процветания. Тем не менее, строился он с расчетом на возможные войны. И что мы замок выдержал долгую осаду? Тут есть свои колодцы и мечети, жилые комнаты и тюрьма. А также склады для еды. Погулять в замке ездя, очень рекомендую посещению. Выехав на шоссе, ведущее к пустыне, мы увидели знак «Осторожно, верблюды». И удивились. Это насколько же нужно быть слепым, чтобы не увидеть на дороге верблюда и сбить его? Наверное, это излишняя предосторожность. Не прошло и 30 минут, как мы воочию убедились, что спешить на трассах Амана опасно и для вас, и для верблюдов. Несколько машин остановились у обочины, у одной из которых было разбито лобовое стекло. А перед авто в луже крови лежала туша верблюда. Поэтому будьте аккуратны. Наш отель находился на границе с пустыней. И что самое интересное, когда мы кружили на авто в его поисках, нас несколько раз останавливали местные на пикапах и спрашивали «Куда вы едете?». Мы все думали, что они хотят нам что-то впарить. А они беспокоились, не заблудились ли мы. Говорили «Вы наши гости. Мы хотим, чтобы с вами было все хорошо». Действительно, там, где они нас тормозили, асфальтированная дорога заканчивалась. Поэтому у них был резонный вопрос. Куда эти ребята на свои легковушки собрались? В тот день нам не повезло. Было облачно и не удалось полюбоваться звездным небом. Хозяин отеля предложил нам устроить ужин прямо в пустыне. Конечно же, мы были за. Сама поездка на джипе под дюном в высотой с многоэтажный дом подарит кучу эмоций. Мы были свидетелями, как некоторые автомобили пытаются взобраться на высокий бархан и съезжают попой обратно, не в силу заехать на такой крутой склон. Нас привезли вглубь пустыни в кемпинг с шатрами. Вокруг темнота, хоть глаз выколи. На километры вокруг ни души, только бархан и песков. Просто пить кофе с финиками, осознавать, насколько же ты далеко от всего и наслаждаться тишиной, а в ясную погоду еще и смотреть на звездное небо где-то в дюнах. Это ли не перезагрузка, которая нужна всем нам? Мы уже было подумывали забронировать один из этих шатров на следующую ночь, но небо так и не прояснилось. Так что мы решили не оставаться и правильно сделали. В этой местности могут быть дожди, которые блокируют путь назад. В глубине пустыни связь не ловит и за туч звезд не видно. Фотографий классных не сделать. Так что перезагрузку мозгов мы оставили на потом. Рассвет седьмого дня нашего путешествия мы встретили, стоя на барханах песка. Ночью прошел дождь и песок словно залили бетоном. Таким он стал твердым и плотным. Из теноты проступали очертания дюн в розовых лучах солнца. Света ушла в медитацию и смотрела на горизонт. А я наблюдал, как вороны ищут себе пару. Забавно было следить за тем, как один ворон подкатывает к воронихе с признанием безответной любви. А у кого-то пара сложилась и они не могли отлипнуть друг от друга. Наблюдая за пустыней, я осознал, что и здесь есть жизнь. Просто нужно знать, куда смотреть. Если говорить про бердвочинг, то городок возле пустыни кишит разными видами птиц. Так что если вы фотоохотник, то эту локацию возьмите на карандаш. Ну и немного о грустном, местность рядом с селением сильно загажена. То ли местные недостаточно чистоплотные, то ли это дело рук туристов. Но вопрос остается открытым. Почему везде мусор, который ветер несет в бескрайнюю пустыню? Пора двигаться дальше в город Сурб, центр кораблестроения Амана. Из покон веков здесь делают традиционные арабские лодки Доу. Но подходя к музею этих лодок на самом берегу, нас настолько поразила разруха и грязь, что мы даже не захотели заходить в музей. Поэтому поднялись на смотровую башню и посмотрели город. Отсюда Сур смотрится куда лучше. Честно говоря, этот город не оставил сильных впечатлений. Нам он подходил, чтобы остановиться на ночевку по пути в Москват. Специально сюда я бы не советовал ехать. По пути из Сура в Москват находится одна из самых известных достопримечательностей Амана – Вади Аль-Шау. Эта локация считается маст-си и часто входит в обязательную программу. Вади означает русло реки. Там часто бывает вода, столь бесценная в этих краях, и зеленые оазисы. Вначале в нашей пути было здорово. С каждым шагом нам здесь очень нравилось. Много птиц, уникальная природа. Иногда просто хочешь остановиться и как следует все рассмотреть. Каньон суперский. И посещать его однозначно стоит. Вопрос только, когда это лучше сделать. Мы допустили огромную ошибку, приехав сюда под Новый год. Обычно здесь не так людно. Но такое ощущение, что все туристы сегодня приехали именно сюда. Сначала этого пропусти, тут обгони. А иногда просто приходится идти как черепаха, так как впереди идут люди в возрасте, в своем темпе. Тропа узкая и толпа людей действительно напрягает. При этом главное разочарование было в конце. Миллион человек пытаются умститься в небольшом водоеме. Мы были там ровно минуту и пошли назад. Итого, посещать это место стоит, но день выбирать максимально нелюдный. А мы едем на следующую природную локацию. Бимма Синхол. Это достопримечательность, которая образовалась после провала в карстовой породе. Место замечательное и атмосферное. Жена с удовольствием поплавала, а я с удовольствием ее поснимал. Кстати, вода здесь морская, соленая. Как ни печально осознавать, но наше путешествие начало подходить к концу. Мы отправились в Маскат, в нашу финальную локацию. Несмотря на то, что я уже приличное время был за рулем, видел много пейзажей, дорога из Сурова в Маскат оказалась самой красивой. Слева горы, а справа бирюзовое море. Я не мог поверить, что про эту страну так мало написано, так мало снято видео. Ведь даже просто от вождения ты можешь уйти в экстаз. В Маскате есть ресторан, который можно назвать полноценной достопримечательностью. Один из лучших, что мы вообще когда-либо видели. Ощущение, будто в садах Семирамиды среди зелени и фонтанов решили подавать еду. Вечером зажигаются фонарики. Обстановка безумно романтичная. Нам принесли еду. Вот в такой посуде она подается. Это суп и салат. Сейчас мне еще горячий принесут. Ты в раю? Это очень вкусно. Необычно. А вот так выглядит основное блюдо. Это микс из овощей, соусом и лепешками. Класс. Для начала главная достопримечательность. Мечеть султана Кабуса. Чем известен этот султан? Что в честь него назвали мечеть? Он правил Оманом последние 50 лет. Вывел страну на новый уровень буквально из средневековья. Его отец был крайне консервативен. Запрещал населению носить солнцезащитные очки и зонтики. В стране было табу на современные транспортные средства. Когда в 30-летнем возрасте Кабус пришел к власти, в Омане была устаревшая армия. Всего несколько больниц на всю страну. Три школы. Не было регулярного авиасообщения ни с одной страной. И почти отсутствовали дороги. А сейчас страна покрыта сетью прекрасных асфальтированных дорог. Оманцы чувствуют себя вполне комфортно и обеспеченно. И самая часто встречаемая машина у местных – белый рейндж-ровер. Оман стал страной со стабильной экономикой и сильной валютой. А султан Кабус считается самым мудрым и дипломатичным правителем в арабском регионе. Жители Омана его искренне любят. К сожалению, через несколько дней после нашего возвращения из Омана, в возрасте 79 лет, султан умер. Но вернемся к мечети. Внутри очень красиво и атмосферно. Это обязательная к посещению достопримечательность. Поэтому туристов здесь много. Парковка забита. И сложно сделать красивые фотографии, чтобы никто не влез в кадр. С каждым посещением подобных достопримечательностей мы понимаем, что больше любим национальные парки, чем рукотворные чудеса, где в огромной очереди рассматриваешь роскошные люстры и витражи. Мы до сих пор с удовольствием вспоминаем посещение национального парка в Читване, где вишенкой на торте было увидеть носорога вживую. Кстати, если вы не смотрели наш маршрут по Непалу, вот ссылка на фильм. Правила посещения мечети предельно строги. Женщинам приходится арендовать абайю. Хоть мечеть закрывается для туристов в 11, постарайтесь задержаться. Когда народ схлынет, тут становится намного симпатичнее. И просто прогулка возле мечети превращается в удовольствие. Архитектура действительно волшебная. Далее едем в историческую часть столицы, на главный рынок страны. Здесь огромный выбор сувениров, одежды, ладана и прочего. Можно купить и традиционное мужское оружие, нож-ханжар, и турки для заваривания кофе. Какая же столица без национального музея? В Маскате такой тоже есть, и мы с радостью его посетили. Там можно увидеть старинные троны, мебель султанов, оружие, древние городские ворота. Узнать историю Аманской империи, которая в свое время простиралась до самого Мозамбика. Последний вечер в Амане запомнился нам больше всего. Почему? Итак, представьте. Вечер 31 декабря. Маскат, оперный театр, выступает Бенский симфонический оркестр. Я не могу назвать себя ценителем Штрауса, но то, что происходило на сцене, называется магией. Мне кажется, именно с таких вечеров ты начинаешь поистине восхищаться музыкой, созданной на века. Полтора часа пролетели, как одно мгновение. И вот мы уже аплодируем стоя. Как твои впечатления? Это вообще самое лучшее, что было в Амане. Да, это классное завершение нашего путешествия. Аман – это страна, которая способна по-хорошему удивлять даже искушенных путешественников. Здесь есть что посмотреть. Здесь приятно находиться, есть, пить, гулять, при этом ощущая себя в полной безопасности. Тут можно наслаждаться дюнами, ходить по горам и с огромным удовольствием колесить на авто. Тут даже пляжный отдых имеется с дайвингом и с морпингом. Люди здесь добрые и отзывчивые. С нами обращались не как с туристами, а как с гостями. И это подкупает. Из минусов отмечу грязь и неухоженность в Сурии и пустыне Вахиба. А также неразвитую инфраструктуру на природных достопримечательностях. У этой замечательной страны огромный туристический потенциал. И если исправить эти недостатки, то эта земля станет более комфортной для гостей. Если говорить про наш канал, то мы делаем фильмы маршруты редко. Так как пока что у нас стоит задача делать с каждым разом более качественный контент. Перед тем, как мы расскажем нашу следующую историю, мы снова будем совершенствоваться в написании сценария, съемках и монтаже. Поэтому нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Не забудьте поставить лайк и рассказать о нашем канале тем, кому это может быть интересно. Если вы желаете примерить наш опыт на себя, то маршрут по Аману уже готов. Его вы можете приобрести по ссылке в описании к видео. В нем вы найдете всю нашу финансовую информацию, лайфхаки, логику и тайминг передвижения, советы по выбору прокатной конторы и предостережения. В общем, все то, что мы бы сами хотели, чтобы нам рассказали перед тем, как мы отправимся в путешествие. На подготовку к поездке мы потратили около трех недель, изучая форумы, читая путеводители и общаясь с местными. Это концентрат полезной информации, полученной из разных источников, дополненной нашим опытом. На выходе мы создали контент, состоящий из фильма и текстового маршрута, который в деталях подскажет, а что нужно сделать, чтобы вы могли так же. На этом все. С вами были Лев и Света Арамелева. Субтитры создавал DimaTorzok